Переселение из ветхого и аварийного жилья в Нарьинмаре. Эту тему обсудили городские депутаты в рамках часа администрации, который прошел с приглашением специалистов мэрии, курирующих жилищный блок, а также активы домов, планируемых к переселению. Мария Даник продолжит. Вопрос переселения из ветхого и аварийного жилья – один из самых актуальных в Нейнском округе. Более 50% всех обращений граждан связано именно с темой переселения. Мы видим, в городе строится жилье, сдаются дома, но вопрос, когда получение и расселение будет, он очень актуален этим летом для нас. Поэтому мы сегодня пригласили жителей, которые живут в ветхом и аварийном жилье, чтобы администрация города, представители пояснили нам, когда, в какие сроки можно ждать жителям переселения из ветхого и аварийного жилья. Администрации округа в текущем году планируется передать в ведение города квартиры в двух домах – Сущинского, 10, 6 и 7 подъезды и в доме на улице Первомайская, 18. Количество квартир окончательно еще не определено. По предварительным данным, 63 и 47 квартир соответственно. В общей сложности – 110. Переселение будет проходить согласно установленному порядку. В первоочередном порядке мы должны расселять дома именно по дате признания домофорийными. На сегодня у нас это крайние 13, 14, 15 и поехали дальше до 19-20 года. Далее, в неочередном порядке мы должны учитывать дома, в которых даже живые помещения, в которых проживают труженики тыла. Но в первоочередном порядке еще впереди всех мы должны рассматривать дома с угрозой угрышения. Но и дома с угрозой угрышения в любом случае будут рассматриваться опять по дате их признания угрозы. Количество выделяемого жилья, отмечают депутаты, недостаточно для того, чтобы закрыть потребность города. Основная причина – перенос сроков сдачи в эксплуатацию вновь возводимых жилых домов. Мы в рамках депутатского контроля этот вопрос поднимаем и не снимаем его с повестки. Мы следим, потому что очень много избирателей обращаются и действительно актуально. Люди живут в очень сложных условиях, поэтому расселение – это очень важный момент в региональной и муниципальной политике. По итогам прошлого года в городе из ветхого жилья в новые благоустроенные квартиры переехали 55 семей. 23 заявителя получили компенсационные выплаты за аварийное жилье. Мария Аданик, Антон Водряков, Телеканал Север.